Народ, я вас приветствую, меня зовут Александр Лапшин, я блогер и путешественник, который сегодня посетил более 140 стран мира, но известен в большей степени стал тем, что в декабре 2016 года меня арестовали в Минске, Белоруссии по запросу Азербайджана, который меня разыскивал за туристическую поездку в Нагорный Карабах, еще в 2011 году, вспомнили 9 лет спустя. Потом меня экстрадировали в Азербайджан, несмотря на протесты России, Израиля, Европейского Союза, США и всех правозащитных организаций. В Баку устроили кукольный показательный суд, а потом на меня напали в тюремной камере, избили, задушили, оказался в реанимации, в состоянии комы, после чего руководство Азербайджана, видимо, испугалось международного скандала еще большего, чем был следственным арестом, решил меня немедленно помиловать, без того, что я даже просил об этом, и депортировали меня в Израиль. И в настоящее время мои адвокаты подали жалобы в Европейский суд по правам человека, обвинив руководство Азербайджана в покушении на убийство и незаконное лишение свободы. У меня постоянно спрашивают, как продвигается твой суд? Сегодня я удовлетворю ваше любопытство и расскажу. Итак, изб был подан в марте 2018 года, то есть в настоящее время чуть больше двух лет все это находится в разработке. Значит, смотрите, ЕСПЧ это большая бюрократическая организация, там быстро вопросы не решаются. В среднем где-то 3-4-5-6 лет, плюс-минус. То есть я так предполагаю, что год-два и вопрос будет решен. На самом деле нам спешить некуда. То есть мы знаем, что правда за нами и Азербайджан свое получит. Теперь я расскажу, как это все происходило. Значит, две вещи. У нас были все медицинские экспертизы, как азербайджанские, как ни странно, где они по неосторожности зафиксировали травмы, которые сами же мне нанесли. Я даже не знаю, как они вообще допустили такое, что врачи в бакинской клинике записали в эпикризисе, ну то есть это мое личное дело медицинское, все травмы, которые имели место. Но так или иначе это имело место быть. Это нам очень помогло. И потом меня очень оперативно отправляют в Израиль. И израильские врачи, естественно, прямо с аэропорта меня забирают в больницу, где проводят уже свои исследования и свои проверки. Потому что так принято, если человек прибывает из-за границы, из мест лишения свободы, естественно, что прибывая в свою страну, ему проводят все проверки. Чтобы потом сам гражданин не обвинил государство в том, что его самого и избили там же. То есть израилья не хотят, чтобы я их обвинил в том, что они меня избили. Поэтому они зафиксировали мое состояние в том виде, в котором я был. И таким образом фактически подставили Азербайджан. Что они же подставили? Они сделали так, как делают по закону. А то, что с той стороны преступники и лгуны, ну что же они могут с этим поделать. Вторая вещь, которая очень нас беспокоила, это то, что по правилам, для того, чтобы обратиться в Европейский суд по правилам человека, надо вначале пройти все судебные станции. То есть страны, против которой подается аист, в данном случае Азербайджанской республике. Ну вы понимаете, что судиться мне против Азербайджанской республики, ну просто нереально. Это жестокая, кровавая мусульманская диктатура, которая едва меня не убила. И я сейчас поеду в Баку судиться с Азербайджаном, обвиняя их в попытке меня же еще и убить. Но на самом деле Европейский суд, все вот эти вопросы морали и даже здравосудия, они интересуют. Но, скажем так, сами же азербайджанцы, ну в силу своей эмоциональности, может быть в силу того, что они не самые умные люди на планете, они сами создали все условия, чтобы мне дали возможность напрямую обратиться в Страсбург, минуя азербайджанские инстанции. Знаете, что они сделали? Во-первых, они меня внесли в черный список лиц, которым запрещено въезжать в Азербайджан. Если мне запрещено въезжать в Азербайджан, значит я не могу обратиться в азербайджанский суд, чтобы защитить свои права. Очень просто, вы можете возразить. Так на имя адвоката. Нет, извините, а я хочу подавать сам. Это мое право обратиться в суд самостоятельно. Этого права меня решила Азербайджан, внеся меня в списки персононград. Это первое. Второе. Они так много грязи на меня лили через все СМИ с угрозами, с наездами, с оскорблениями. Депутаты азербайджанского парламента прямым текстом говорили, что Лапшин армянский шпион, что мы там до него еще доберемся. Мы знаем, кто он такой. А одна депутатка, вообще азербайджанская, заявила в интервью, кажется, их порталу хакин.аз, что он психически больной, он ненормальный и жалко, что он остался живой. И, короче, вот все вот это, плюс многочисленные угрозы, которые я получаю, я же все это фиксирую. На самом деле, всякие глупости, что мне пишут, бутылка, изнасилуем, поймаем, убьем, все прочее. На самом деле, мне только этого и надо. Потому что я все это фиксирую скриншоте и передаю сразу европейским правам человека. То есть, что мы имеем на сегодня? Я в черном списке не могу приехать в Азербайджан, чтобы отстоять свои права, первое. Второе. Руководство Азербайджана настроено против меня очень враждебно и угрожает моей жизнью, здоровью и моим правам. Плюс граждане Азербайджана ведут себя неадекватно и угрожают мне убийством и изнасилованием. То есть, в такой обстановке коллегия Европейского суда по правам человека приняла решение, что конкретно в моем случае проходить все инстанции Азербайджана не нужно. И я могу обратиться в Европейский суд напрямую, минуя все азербайджанские инстанции. Это знаете, как называется? Азербайджанцы сами себе накакали в карман. Ну, будь они чуть-чуть более адекватны, они бы, конечно, себя повели иначе. Но слава богу, что у нас такие враги, а не какие-то другие. А теперь мы с вами поговорим о медицинской составляющей. И я здесь кратенько рассказал, что было и что стало. Пожалуйста, смотрите. Итак, обратите внимание вот на эти фотографии. Они сделали 14 сентября 2017 года, в тот же день, когда я прилетел из Азербайджана в Израиль. И, насколько я помню, они были сняты в больнице Шиба Теля Шумер в Тель-Авиве. Обратите внимание на стрелочки. Значит, одна показывает на нос. Там содрана кожа. Но вторая стрелочка, которая указывает вниз, посмотрите, это более важно. Там виден след стронгуляционной полосы. То есть, это след, который остается при повешении. Но обратите внимание, где он находится. Мы потом к этому вопросу еще вернемся. То есть, когда человек вешается, то по тяжестью своего тела этот шов, по идее, как бы вот эта вот полоса, она сдвигается к уху. Просто веревка, она натягивается, и она находится не здесь. Она находится гораздо выше и проходит где-то примерно от подбородка к уху, когда человек вешается сам. А когда человека душат веревкой и при этом он находится в кровати, либо лежит на спине, то этот след находится совершенно не в том месте, где он должен быть. То есть, у азербайджанцев, ну, в общем-то, не хватило мозгов даже придушить нормально. Кстати, врачи потом, судмедэксперты, они все это дело отметят. Вот, смотрите, это следы от ударов кулаками. То есть, когда они избивали в тюремной камере, то есть, вот эти вот все следы остались. Это сбоку на ребрах. Это содраны пальцы. Мне даже трудно сказать, почему они содраны. Но и на той руке, и на другой. Вот были такие следы, ну, в стадии, так сказать, рассасывающихся гематомы. Было содрано до крови. Но здесь видно уже образующуюся корочку. То есть, тоже никакой связи с тем, что человек вешается. Ну, нет. Причем тут все пальцы разбиты. То есть, по всей видимости, как я предполагаю, видимо, я как-то от них отбивался, от нападавших. И, видимо, кому-то съездил по зубам. И об его зубы ободрал себе пальцы. Гематома на руке. Мне, опять же, трудно сказать, откуда она взялась. Вероятно, они или били меня по рукам, или они просто так хватали за руки и дергали, и тянули куда-то. Ну, вот вы видите, здоровая такая гематома. Это гематома на руке. Изначально было предположение, что это, видимо, просто, будучи в госпитале в Баку, они просто не умеют правильно втыкать иглу, например, чтобы делать капельницы. Ну, или брать кровь. Но потом, при более внимательном рассмотрении, оказалось, что это не совсем так. Врачи решили, что это именно от побоев или от того, что меня сильно связывали по рукам, и здесь просто прошла веревка. И просто под этим лопнул сосуд. Сейчас мы посмотрим с вами еще что-то интересное. Ну, будем смотреть по порядку. Смотрите. Итак, азербайджанцы утверждают, что со мной ничего не было, значит, не били, не трогали. Смотрите. Клиника Меркези. Это центральный госпиталь города Баку. Эпикризис. В котором сами же азербайджанцы сами описывают, что со мной случилось. Вот Лапшин Александр Валерьевич, дата рождения. Дата поступления, обратите внимание, 10.09.2017-13.05. И дата выписки, то есть, когда меня депортировали прямо из больницы в Израиль, отвезли в аэропорт, отправили чартером и рейсом в Тель-Авив. 14-е, то есть, а четыре дня там пролежал. Из них все четыре дня фактически провел в реанимации. Еще раз повторюсь. Это азербайджанская клиника. Не армянская, не американская, не российская. Азербайджанская и бакинская клиника. Вот имя доктора. Фугар Абдул Керимов. Так. Смотрим. С чем, значит, поступил больной? Так. Что мы читаем? В соответствии с информацией окружающих персон, ну, я, так сказать, читаю на английском, ну, дословно, как есть, не ловите меня на каких-то там литературных погрешностях. Пациент был обнаружен в ранние утренние часы в камере, обслуживающим персоналом тюрьмы без сознания и с недостаточным дыханием. Это пишут сами азербайджанцы. Так. Они отмечают, красная полоса замечена на фронтальной, то есть, на внешней стороне горла. То есть, они тоже подчеркивают вот этот вот след от удушения. Они сами, азербайджанцы. Смотрим дальше. Они делали сети, селебральные сети, ну, это как бы, ну, снимок мозга. Патологические сгустки обнаружены. То есть, кровоизлияние в мозг, фактически, то, что это было в конечном итоге. Это пишут, что азербайджанцы. Так. И в связи со всем этим, что я нахожусь без сознания, в тяжелом положении, было решено отправить меня в реанимационное отделение. Так. Смотрим дальше. Следующее. Ну, вот здесь тоже это все азербайджанская бумага. Так. Ну, здесь интересно вот что. Так. По датам 12.09, 13.09. Так. То есть, они описывают по дням и по часам, что со мной происходило. Так. Смотрим. Очень хорошо. Они все перевели на английский, нотариально заверили. Очень хорошо. Теперь, значит, уже по прибытии в Израиль. Читаем. Клиника Хаим Шебе, медицинский центр Тель-Авив. Так. Это 14-е число, когда я только-только прилетел. Ну, вот можете посмотреть, значит, в каком состоянии я был. То есть, я уже был в сознании, я уже мог шепотом общаться, но голос у меня не было из-за травмы горла. Теперь, что они пишут. Смотрите, я красным подчеркнул. Заметные следы удушения. Попытки удушения. То есть, израильские врачи совершенно четко написали. Попытка удушения. Нет ни единого слова про самоубийство. Смотрим дальше. Другой израильский доктор и другая клиника, Рамбам, в городе Хайфа. Смотрите. Пишут. Следы удушения на коже. Гематома на правой стороне. Перелом подъязычной кости, это которая держит гортань. Кстати, эта кость ломается только в одном случае. Только в том случае, когда вас душат руками, либо каким-то таким острым предметом. И красным написано, тут подчеркнуто. Пациент пережил травму горла две недели назад. Смотрим дальше. Это уже другая клиника. Называется Меухедед. И другой день. Это уже 17.09. То есть, я уже фактически четвертый день нахожусь в Израиле. Так. Совершенно другой доктор подтверждает. Первое. Пережил попытку удушения. Второе. Сети сканирования показывает перелом подъязычной кости. Дальше смотрим. Это анализы крови, которые мы провели прямо в день прилета. 14.09. То есть, в этот день рано утром я прилетел, а в 12.54 дня уже все это делают. Я, честно говоря, не очень разбираюсь в анализах крови. Просто можете посмотреть. Значит, вот в первой графе это норма, а в этой графе это показывает, что было на самом деле. То есть, вот здесь максимально должно быть 45, здесь у меня 102, тут 5,2, у меня 5,6. Ну, в общем, посмотрите. Просто в 3, в 4, в 5 раз анализы хуже, чем норма. То есть, вы представляете, что они со мной там делали? Еще один израильский доктор. Еще одна совершенно другая клиника. Так, это какая дата? Дата, дата. Ну, тоже, короче, примерно те же самые. Значит, сентябрь 2017. Значит, физика, физика, экзаменейшн, ну, то есть, первый осмотр. Значит, видны следы, ну, эти самые, видны гематомы на правой ключице, ну, то есть, на спине. И видны следы гематомы, ну, на стадии рассасывания, так? Ну, еще вдруг человек, который повесился, у него вдруг на спине будут следы гематом. Так, а вот другая гематома. Значит, другая гематома, значит, видна так, на предплечье, и с правой стороны, и с левой. Так. Подтверждается диагноз дисфагия, дисфония, хипостезия. Так, на лице, ну, то есть, это слабая чувствительность по правой стороне лица, языка, неспособность разговаривать, неспособность, значит, произносить звуки. И слабость в правой руке. Это все пишут израильские доктора. Теперь, медицинские осмотры, которые проводились уже российскими докторами. Медицинская экспертная комиссия, которая все это изучала, осматривала и так далее. Ну, мы не будем все это просматривать, но, если интересно, можете притормозить просто запись и, значит, все это почитать. Они все то же самое повторяют, что обнаружили израильтяне и делают вот какой вывод. Что не совершал суицидальную попытку через повешение, имеет место инсценировка самоубийства в виде насилия, удушения, преступления, угнетения сознания вследствие гипоксии мозга, инсценировка повешений. Ну, и члены комиссии, значит, это дело подтверждают. Никакого самоубийства, никакого повешения. А теперь смотрите, что пишут азербайджанцы в своих СМИ. Блогер совершил попытку суицида под предлогом затянувшейся экстрадиции в Израиль. Ну, прикиньте, какой предлог? Человек лежит в реанимации, весь побитый, переломанный. Какие вообще предлоги? О чем речь? И вы еще обратите внимание, что как раз в этот день, смотрите, это 15.51, а в 13 с чем-то, помните, извиняюсь, азербайджанские документы, то есть в этот день я поступил в 13 с чем-то, а уже через 2 часа они пишут, что я совершил попытку суицида под предлогом затянувшейся экстрадиции в Израиль. Так я лежу в коме, в искусственной, и объясняю им, по какой причине я это совершил. Ну, вот представьте, какие нестыковки у них. Смотрим дальше. Ну, здесь по-азербайджански, я, честно говоря, не помню, общая идея такая. Это тюремное начальство заявляет, что все это ложь, что он сам повесился, вы все козлы, а мы хорошие. Причем это делается тоже, обратите внимание, 11 сентября, в тот же день, но только 15.32, через несколько часов после поступления в больницу. Теперь смотрим дальше. Письмо, которое я якобы написал президенту Азербайджана с глубокими извинениями. И почерк-то на мой похож. Очень красивая подделка. Но только одно, знаете, выдает их. Дата написания 11.09.2017 года. Запомнили? 11.09.2017 года. Теперь мы с вами открутим немножечко назад на азербайджанский документ, который они сами же мне выдали. Смотрим. Значит, что мы говорили? 11 утра. Так, 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 так. Где у нас тут? 11, 10 число. 11 число. Так, 11 число. Общее состояние пациента среднее. Значит, сознание постепенно восстанавливается. Постепенно восстанавливается. Это я нахожусь в предъявлении анимации. После, значит, искусственного введения в кому. Дыхание спонтанное. Проводится интубация. Нахожусь в маске. С этой вот, с дыхательной трубкой. Ну и со всеми делами. То есть, грубо говоря, полностью в сознание я все еще не вернулся. Теперь смотрим назад. Так, то есть, сознание не вернулся. Да? В сознание не вернулся. Так, все это мои документы. Сознание не вернулся. В сознание не вернулся. И будучи без сознания, 11.09.2017, я якобы пишу это письмо. То есть, вы представляете, это письмо противоречит их же собственным документам, выданных в клинике в Баку, где написано, что 11.09.2017, я лежал в реанимации под приборами. Естественно, что писать это не мог технически даже. Теперь смотрим дальше. Это возражение, которое азербайджанцы сами же подали на нашу жалобу в Европейском суде по правам человека. Смотрите, они сами пишут. Сами же пишут, что в тот день, когда я якобы писал письмо Алиеву, моё общее состояние серьёзное. Сознание, значит, угнетённое, мне вкалывают фентанол, дормецул. Ну, извините, слушайте, я не фармаколог, но, короче, врачи знают, что это такое. Короче, я нахожусь под действием препаратов. Дыхание через трубку, тюб, видите, через трубку. И при этом, находясь в каком-то таком полусознательном состоянии, якобы пишу письмо Алиеву, да таким ещё хорошим почерком, да так бодренько. Ну, короче, полная хрень. А сейчас вам ещё что-то интересное покажу. Значит, ещё в своих возражениях азербайджанцы пишут, что они не провели расследование нападения на меня, потому что якобы я не обращался. А между тем я обращался, я им из Латвии посылал письмо заказное с уведомлением, вот видите, отчёт латвийской почты. Значит, с 17.02.2018 отправлено почтовый офис Рига, Латвия, так? И 28 февраля через 11 дней оно доставлено в Азербайджан, item delivered, то есть доставлено. Что пишут азербайджанцы в своих возражениях? А мы ничего не получали. И знаете, как они это объясняют, почему не получали? Обратите внимание, они пишут на английском. Почтальон в тот день, когда должен был доставить это письмо, проинформировал, что он не смог доставить из-за проблем со здоровьем. Ну вот вы можете себе это представить? То есть, бакинский почтальон заболел, и поэтому письмо в прокуратуру доставлено не было. Однако, знаете, латвийскую почту не обманешь. Всё зафиксировано. Письмо доставлено. Всё. Поезд ушёл. Теперь на основании всего-всего-всего-всего перечисленного был подан, соответственно, иск в Европейский суд по правам человека. Вот номер иска. Любой может, в принципе, зайти, посмотреть состояние дела. Тут написано адвокат, который ведёт. Карина Москаленко. Дата, когда это было подано. Лапшин против Азербайджана. И в настоящее время уже закончились коммуникации между сторонами. То есть, мы подали документы. Азербайджан подал возражения. И теперь это передано уже просто вот в палату по рассмотрению дел, то есть в канцелярию. И мы просто ждём, когда уже вынесут решение. По большому счёту, трудно сказать, когда это будет. Тут и коронавирус, и бюрократия. Ну, в течение года, полутора, двух лет это решение будет вынесено. Вот такие дела. Я удовлетворил ваше любопытство, друзья?